Продолжение следует... А вы в курсе, что более ста лет назад основой экономики Сочи было сельское хозяйство? Курортная отрасль приносила совсем скромные доходы. Тогда на Черноморском побережье ежегодно отдыхало всего до 20 тысяч туристов. Здравствуйте! В эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Сегодня, конечно, спустя десятилетия ситуация изменилась кардинальным образом, и именно санаторно-курортная отрасль является стержнем экономики города. Но вот что происходит с сельским хозяйством, мы попытаемся разобраться сегодня. И гость нашей студии Вячеслав Валерьевич Ленин, исполняющий обязанности начальника управления сельского хозяйства, продовольствия и промышленности администрации города Сочи. Сегодня он гость нашей студии. Здравствуйте! Здравствуйте! В детское время мы выращивали много чего. Это субтропические культуры, плюс еще пшеница, кукуруза, даже на экспорт, насколько я знаю, выращивали. И животноводство было хорошо развито. Что сегодня происходит в отрасли? Какие сельхозпредприятия у нас сегодня работают на курорте? Вы правильно сказали. Сельскохозяйственная отрасль, она традиционно является неотъемлемой частью города-курорта Сочи и призвана обеспечить потребность населения в сельскохозяйственной продукции, в субтроплодовых культурах, а также чае и продукции цветоводства. Отрасль на сегодня в городе Сочи представлена 16 предприятиями различной организационно-правовой формы. Это крупные и средние предприятия, которые у нас занимаются сельскохозяйственным производством. В год у нас производится более 3000 тонн мяса птицы, более 350 тонн зеленого чайного листа, также у нас рыбы форели более 500 тонн и овощей до 800 тонн. В зависимости от года урожайность составляет тепличного комплекса ООС СХФ «Верлиока». На сегодняшний день принимаются все меры по развитию сельского хозяйства, так скажем, в направлении строительства новых тепличных комплексов, развития чаеводства и субтроплодовых культур. Вы говорите 16 крупных предприятий, это крупные фирмы, которые занимаются сельскохозяйственным производством. Много ли у нас фермеров и много ли личных подсобных хозяйств, которые тоже занимаются этим видом деятельности в городе? У нас более 20 тысяч личных подсобных хозяйств, которые осуществляют свою деятельность на территории города Сочи. И в основном они выращивают это для потребления в собственных целях. Излишки сельхозпродукции они уже стараются реализовать на местных рынках, ярмарках города Сочи. А как сегодня город помогает фермерам для того, чтобы, может быть, начать свой бизнес и занять эту нишу? В первую очередь у нас предусмотрена государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции на территории Краснодарского края, по которой городу Сочи переданы полномочия по поддержке сельского хозяйства. В части этой программы мы предоставляем субсидии на возмещение части затрат на обустройство теплиц. Это первое. И второе – части процентной ставки по кредитам, взятым личными подсобными хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, занимающимися сельским хозяйством. То есть за последние пять лет у нас профинансировано 242 личных подсобных хозяйства на общую сумму 6,5 миллионов рублей. Также построено за эти годы более 80 тысяч квадратных метров теплиц и получено в кредитных организациях более 100 миллионов рублей на развитие сельского хозяйства. То есть сейчас наши фермеры уже понимают, что заниматься сельским хозяйством, особенно в условиях импорта замещения, становится все более выгодным, правильно? Да, это правильно. У нас личные подсобные хозяйства, уже даже на ярмарках многие представляют свою продукцию, которую они вырастили. Пускай это сейчас не так много, но в целях активизировать народ в развитии направления этой деятельности и призвать также предприятия, которые уже функционируют, на расширение объемов сельхозпродукции в связи с имеющимися санкциями. Это будет более актуально и потребность она существует. Вы упомянули ярмарки. У нас в Сочи работают ярмарки выходного дня сельскохозяйственные, где представлена широко продукция кубанских производителей. Во всех ли районах сейчас есть возможность приобрести свежие продукты на таких ярмарках? У нас функционирует в настоящее время 5 сельскохозяйственных ярмарок, муниципальных. Недавно только мы с этих выходных открыли еще одну ярмарку в Дагомысе, в районе Армавирской 100, на новогодние праздники, то есть с завтрашнего дня до 31 числа, до обеда все ярмарки будут работать. Начнут работу после Нового года с 12 числа. На этих ярмарках, конечно, представлен ассортимент широкий. Кубанская продукция, это в основном она и составляет, и также местных товаропроизводителей. Это хозяйство, перепелиное хозяйство, у нас новый цех открылся на центральном рынке ООО «Зерно». Также мы еще организуем праздничные ярмарки. В настоящее время, с 17 по 27 число, на Южном Малу, площадь морского порта, у нас проходит ярмарка. Там представлены 9 производителей сельскохозяйственной продукции, в том числе и новый цех ООО «Зерно». Также в планах, что люди перед Новым годом все-таки посетят это мероприятие и будет проходить концертная программа. Что делается в качестве поддержки? Мы даже организуем совещание. В ноябре месяце у нас проходило совещание с главами сельских округов по приглашению личных подсобных хозяйств, которые нуждаются в реализации излишков собственной продукции на сельскохозяйственных ярмарках, которые я сейчас озвучил. Мы уже привлекли более 20 личных подсобных хозяйств таким методом, то есть кто захотел реализовать непосредственно свою продукцию, вырастили. Пускай это не постоянные моменты, вот у нас сезонные бывают эпики моменты, когда субтроплодовые культуры вызревают. Более на постоянной основе это зеленые культуры. Также остальная продукция, она востребована на ярмарках. Мы даже предоставляем социальные ряды, которые имеются на каждой ярмарке, чтобы излишки, они все-таки никуда не пропадали, люди не торговали ими на неустановленных местах в городе. Главная же задача, насколько я понимаю, этих ярмарок, чтобы сочницы, гости курорта пришли, купили свежие местные продукты по более низким ценам, качественные и именно от производителя. А как удается бороться с перекупщиками? И есть ли таковые вообще, можно ли встретить на этих торговых рядах таковых? У нас еженедельно проводится мониторинг цен по городу Сочи. То есть это рынки, торговые сети. Мы берем рекомендации краевых органов по ценам на социально значимую продукцию. И уже исходя из этих цен, мы выставляем еженедельно на ярмарке рекомендованные цены, которые участники ярмарки должны соблюдать. То есть если это будет перекупщик, ему невыгодно заниматься такой деятельностью, даже если он где-то будет покупать. То есть наценка, которую он будет реализовать, она не будет ему приходить в прибыль. Мы приглашаем на постоянной основе с Краснодарского края, совместно с Министерством сельского хозяйства, для участников, для торговли на наших ярмарках. И стараемся обеспечить город свежей продукцией, которая по качеству более аналогов импортного производства. Ну и у нас как раз есть сюжет на эту тему. Давайте посмотрим. Всегда важен выбор. И сочинцы в этом плане избирательны. Посмотрят, оценят яблоки или груша, а иной раз и попросят сертификат качества. Тогда уже точно будет понятно, откуда товар, и прошел он ветеринарный контроль. Каждый покупатель старается найти продукты повкуснее и подешевле. Как раз ярмарка привоз для тех, кто любит отечественный товар, цена которого конкурирует с рыночной. Здесь представлена продукция личных подсобных хозяйств районов Кубани. Андрей Кулагин занимается овощеводством 15 лет. Помидоры, огурцы, баклажаны, кабачки, зерень – все выращивается в теплицах. Личное подсобное хозяйство – это большой труд, результаты которого привозят в Сочи. Ложимся поздно, встаем рано. 4-5 утра. Ну, когда как. Когда там собирать продукцию, на рынок везти, раньше встаешь, естественно. В выходных практически нет. Особенно вот, когда сезон, посадка, высадка. Там выходных не бывает. В выходной, когда дождь пойдет. И то дождь идет, значит, мы работаем в теплицах. Те, кто обрабатывает кубанскую землю, свои овощи и фрукты с заграничными в один ряд не поставят. И по вкусовым качествам, и по полезным свойствам. Наши производители выращивают продукции с использованием экологически чистых удобрений. Ну а то, что товар с Кубани становится доступнее с каждым днем, подтверждает открытие вот таких ярмарок. Пусть еще не таких масштабных, как в других районах города, но начинать нужно с малого. Это кубанские товаропроизводители. Торговля у нас в основном с автотранспорта. Сейчас имеются свободные торговые места. То есть она будет работать с субботы по воскресенье, еженедельно. Также мы планируем привлечение большего количества участников на эту ярмарку. Планируется, что сюда будут привозить продукцию из 20 районов Кубани. В продаже, кроме овощей, будет и мясо. А пока вот такая черноморская рыбка – барабуля анчоус хамса. А санаторно-курортную отрасль обеспечивают сегодня наши местные производители. Могут ли гости, которые отдыхают в санаториях, в здравницах, попробовать наши местные продукты? Местные в таком широком ассортименте не получится, потому что в основном мы перекрываем потребности с Краснодарского края, с Кубани. И производителей местных, к сожалению, недостаточно для покрытия всех здравниц города Сочи. Какую-то продукцию, естественно, да, они могут местного колорита попробовать, это как наш местный знаменитый чай. То есть даже есть такое явление на базе некоторых санаториев, то есть представлена продукция наших местных чаеводческих хозяйств, которые в последнее время как бы идут на контакт, участвуют во всевозможных выставках, ярмарках. Это не только в городе Сочи, это в Краснодаре у нас ежегодно проходит кубанская ярмарка. В этом году мы принимали участие в международном фестивале «Чай и кофе» в Санкт-Петербурге. Приняло участие у нас семь чаеводческих хозяйств, которые были представлены на выставке. В рамках выставки, то есть удалось достичь плодотворных целей, было обеспечено заключение договоров, нуждающихся в такой продукции. Это, как правило, сетевые магазины небольшого формата. Также потребители, которые посетили данную выставку и продегустировали наш чай, это действительно, как говорилось, как раньше был наш достойный качественный чай. И путем популяризации данной продукции мы расширяем рынки сбыта наших хозяйств. Ну, наш чай очень известен, популярен. У наших чаеводов есть и международные дипломы, да, уже с разных конкурсов и фестивалей. Но все-таки многие чайные плантации, они простаивают без дела. И как раз-таки ваше управление очень часто поднимает вопрос использования земель сельхозназначения по их прямому назначению. В этом направлении какая работа сегодня ведется? Совершенно верно. Это неоднократно поднимался данный вопрос. У нас в декабре проведено совещание под председательством главы города с приглашением депутатов законодательного собрания Краснодарского края. Определены четкие позиции на то, чтобы недобросовестные землепользователи, то есть в лице собственников данных территорий, которые не используют площади по целевому назначению. То есть все материалы переданы в Россельхознадзор, который должен будет уже принять меры по данным фактам. И по мере поступления информации с управления Россельхознадзора мы будем уже передавать материалы в департамент имущественных отношений для подготовки претензионной работы и исковых заявлений в суд о расторжении договоров аренды, что касается муниципальных земель. Также у нас есть земли федеральной собственности, о чем тоже на совещании поднимался вопрос и даны поручения, то есть тоже направить данные материалы управления Росимущества в Россельхознадзор для проведения необходимой работы. Надеемся, что в скорейшем времени, то есть эта работа уже будет проведена, и руководители хозяйства, то есть будут ответственно относиться к использованию наших природных богатств, на которых надо возделывать культуры и выращивать чай, это субтроплодовый, заниматься все-таки сельскохозяйственной деятельностью. Эта работа будет продолжаться всеми методами и силами, мы будем стараться все-таки убедить недобросовестных собственников, что в настоящее время в связи со сложной у нас обстановкой в стране необходимо развивать импортозамещение и возделывать сельскохозяйственную культуру. Я знаю, что у Вашего управления вообще далеко идущие планы, которые расписаны до 2020 года практически, очень много проектов. Некоторые из них это открытие питомника для выращивания посадочного материала, строительство тепличных комплексов и даже мидийно-устричные фермы. Можно поподробнее о некоторых таких проектов, которые будут реализованы в нашем городе? Разработана дорожная карта развития агропромышленного комплекса города Сочи до 2020 года. Соответственно, как Вы правильно сказали, у нас планируется строительство теплиц. К тому явный пример сельскохозяйственная фирма «Верлиока», которая собирается построить теплицу на 5 гектар и тем самым расширить уже производство овощных культур. Также у нас медийно-устричная ферма и в планах поддержка и развитие отрасли рабоводства, которое у нас хозяйство есть в Салахауле у нас выращивают. Сомовое хозяйство? И сомовое, и форелевое тоже в Салахауле у нас есть. То есть уже появляются явные примеры развития в данной области. И мы не будем на этом останавливаться. То есть будет планомерное развитие по всем этапам. Ну и очень сейчас в последнее время такое популярное направление среди туристов стало такое направление, как агротуризм. И управление сельского хозяйства работает здесь очень в тесном контакте с управлением санаторно-курортного дела и туризма. Расскажите, что турист может приехать и здесь попробовать, какие направления работы здесь у нас есть? Совершенно верно. Может быть, немногие об этом знают, но у нас агротуризм существует. И яркий пример этому, то есть это посещение данных наших чаеводческих хозяйств и пасек, которые предлагают маршруты агротуризма. У нас ООС, Алхаульский чай, это дом музея Кошмана. Завод Дагомыс чай, чайные домики, чайные терема, как их называют. Далее у нас есть экскурсии П. Погодаев тоже по чайным плантациям. Также по прилегающей территории. Далее у нас объекты аграрного туризма. Есть комплекс Вольница, где можно увидеть не только чай, но и животных, которые разводятся на данном хозяйстве. Также у нас экскурсии проходят на ЗАО Хоста-Чай, Калиновое озеро, цех по переработке чайного листа и чайной плантации. И П. Кульян в Дагомысе, чайвод-предприниматель. И у нас еще есть такое направление агротуризма, как рыбалка. То есть это пример Ачакварское озеро. И люди охотно приходят на данные экскурсии, где непосредственно они могут попробовать продукцию, произведенную на данных предприятиях. То есть выращенный чай, произведенный мед, варенье. То есть люди окунаются в местные колориты. И это очень популярно. В рамках поддержки данного направления могу сказать, что в прошлом году у нас состоялся первый туристический форум, в рамках которого мы содействовали приглашению наших производителей принять участие в данной выставке, то есть наладить какие-то контакты, экскурсионные маршруты с турфирмами, обменяться платформными контактами, заключить, может быть, какие-то договора. То есть эта работа прошла успешно. И в этом году мы повторили этот момент. То есть все те же предприятия не приняли участие. Много положительных отзывов в данном направлении. И развитие оно только как бы продолжается. И в этом году у нас в начале года проходил фестиваль именно агротуризма в Краснодаре. При поддержке законодательного собрания Краснодарского края была организована также выставка-ярмарка. У нас от Сочи приняло пять участников, которые представили свои агротуристические маршруты на данной выставке. То есть за пределами города даже люди узнают. Какую оценку получили? То есть оценка была у нас высокая. Все участники выставки получили дипломы за участие и образцовое показательное представление данной продукции. Вячеслав Валерьевич, время нашей передачи, к сожалению, подходит к концу. И хотелось бы в ее завершении, чтобы вы озвучили основные планы работы вашей отрасли на предстоящий новый уже 2016 год. В первую очередь, задачи наши нацелены, это как мы уже говорили, это на развитие рынка сельскохозяйственной продукции. Второе, поддержка наших местных личных подсобных хозяйств, будет приниматься все усилия совместно с нашим муниципальным бюджетным учреждением, которое всегда открыто консультирует в области сельскохозяйственного производства. И, соответственно, третье направление по использованию сельскохозяйственных земель. То есть в течение года мы будем проводить всю необходимую работу, выезды, комиссии, форумы, семинары, выставки не хуже прошлого года. Спасибо большое за очень интересный разговор. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был Вячеслав Валерьевич Ленин, исполняющий обязанности начальника управления сельского хозяйства, продовольствия и промышленности администрации города Сочи. Спасибо большое. Ну и время нашей передачи подходит к концу. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире. Продолжение следует...